всем привет с вами канал арт-мани смотрите что я держу в рукаве конфет очень очень много сейчас вот тут мешок и плюс еще мешок это купленные в светофоре называется ассорти за 1 килограмм 90 рублей и честно говоря каких-то там 90 рублей за целый килограмм вот это целый мешок это очень дешево причем здесь как бы ассортились абсолютно разные конфеты какие-то можно попробовать новенькие и потом подумать надо ли покупать или нет и наверное кто меня смотрит часто 90 рублей точно вот который кто меня смотрит часто я в одном влоге обещала в конце ролика показать все вот эти вот конфетки но получилось так то что мы с вами болтали слишком долго и я вам сказал то что я покажу отдельно именно под камеры здесь я решила с вами поздороваться потому что я очень люблю с вами здороваться когда вы меня видите мне это просто очень очень сильно приятно ну не могу я допустим когда ты стоишь там окошечко снимаешь что-нибудь и стоишь за камерой блин мне как-то не по себе становится что вы меня не видите стыдно что ли становится не знаю и с другой стороны я понимаю что чтобы сейчас начать сниматься на камеру мне нужно нарядиться мне нужно элементарно хотя бы одеться потому что там в какой-то домашней одежде я не могу сниматься все-таки меня смотрят люди согласитесь ну хотя бы не накраситься но где-то там приятно так вот это одеться так сейчас я камеру наведу скорее всего сюда вот на стол и мы с вами посмотрим какие здесь лежат конфетки я покажу какие я уже пробовала здесь здесь уже есть фантики конечно же абсолютно все практически ну да все конфеты для меня новые потому что сейчас конфеты я уже практически не покупаю если покупают я покупаю как-то одни и те же а что-то новое именно вот такие вот имеют конфеты на вес я не покупаю обычно это у нас с вами идут шоколадки потому что они идут на обзор они идут друг за дружкой друг за дружкой как вот так вот и все а купить просто там допустим так где у меня 300 грамм например вот такие конфет как-то у меня еще не зашло в принципе кстати сейчас все есть конфетки такие всякие вы можете мне в комментариях написать наталья сделай обзор на каждую конфетку за ты можешь из этого мешка я сделаю мне не жалко словам это действительно надо потому что мне кажется все-таки не во всех городах продаются они и даже не все такие конфетки я видела светофоре изначально мне казалось что это светофор просто привозят допустим коробки с уже расфасованными конфетами но какой-то пакетик порвался рассыпался и все это просто скидывается в большую кучу там так вот конфеты все перемешиваются а потом вот так вот взвешиваются в ассорти мне казалось означает что это вот так вот но честно говоря вот эти вот все конфеты вернее не все я видела светофоры немного раз конечно я ходила но туда ходила я не помню честно может и были может и нет напишите в комментариях как считаете вы и давайте будем с вами смотреть иначе сейчас наш с вами болтовня зачем затянется еще часа на три так вот и не наши конфеты с вами здесь их очень много давайте если кому то нужно вот пожалуйста если кому то нужно вот пожалуйста штрих-код вернее название все прочее так огромная куча конфет просто большая честно говоря когда я купила первый мешок начала в нем ковыряться я вспомнила свое детство как в детстве не одарили большой мешок конфет я все перебирала откладывал складывалась честно говоря это даже попадаешь в какое-то детство какая-то появляется игривость хочется какие-то игрушки поиграть побегать поскакать какое-то знаете вот это вот ощущение какое-то более новое появляется это очень интересно это затягивает это классно так давайте будем с вами перебирать тут вот орешка а здесь этот грильяж такие вот есть несколько штук также есть кстати вот такие вместе как живинка а ну да она живинка называется с клубникой я покупала такие показывала в каком-то каком-то влоге вместе с арбузиком не очень понравились но с клубничка не понравилось как-то так и кстати довольно тут тоже очень много здесь где-то еще есть дынька 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 еще клубничка в том мешке прямо их много достаточно батончики кстати такие тоже довольно вкусно мне понравились так здесь чего такое макаронка в том мешке тоже была макаронка и в этом мешке тоже макаронка ее видимо специально подкладывать чтоб она по весу было что побольше тоже мешок у меня был открытый ну да еще макаронку эту мужу подложил простынку чтобы ему спалось хорошо здесь такая же что только это принцессы на горошине так вот еще кстати вот такие вот и риски попадаются какие знаете они симпатичные они мне как-то напоминают какой-то в степени детства такая вот тоже фиолетовая розовенькая по-моему желтенькая вот так здесь апельсин а здесь чего есть черно-смородина наверное не знаю даже надевать эти риски вообще они жуются ли вообще жесткие может так их пососать или может ее натереть и положить куда-нибудь в чай такие вот всякие сухие я не люблю выбрасывать продукты честно говоря вот такая штука кстати была тоже в прошлом в другом мешочке мне не понравилось честно она вся примята перебитая какая-то не знаю не понравилось вот такие вот кстати это типа как леденец ну блин она такая огромная честно говоря я таких уже давно отвыкла есть такая же вот желтая здесь она и синие 10 другого цвета а здесь со снятой смятый смятый весь груши что-то знаете такое необычное как я помню в детстве какая-нибудь бабушка идет по улице дает у такой вот они не такую другую конфетку наподобие большую иметь по размеру так часто просто стараюсь быстрее это все сделать все равно чтобы не затягивать клубничка опять а вот дынька вы не она в принципе такая немножечко вкусненько ну блин не знаю почему но мне будет больше нравится так здесь что такое с чем это ананас ёлки-палки а я думаю чуть такой там рисун это ананаса к сапус ананаса так здесь вот есть какой-то рожок кстати по моему кстати где-то видела уже их рожок а внутри внутри чуть-чуть что-то такое там внутри есть так здесь у нас жилия кстати прошлом что мешке и было очень много сегодня я это будет отдельным роликом такую желешку на терке протерла в мороженое блин это обалденно вкусно этой просто нереально я теперь буду искать где же их можно купить так здесь такая же железо вкусом груша груша просто похож на манго какое-то красное с грушей здесь у нас бонфетти здесь такой батончик такой мягкий батончик как-то он отчет похож не помню на чем 10 по моему не барбариска ли капля лета такие кстати не люблю я честно я помню как мне в детстве бабуле все время все время вот такие вот подкладывал очень-очень много я когда все шоколадные конфеты съедала потом уже доедала вот такие вот они были самые невкусные самые противные не знаю мне не нравились это по-моему такая же с апельсина абрикос это абрикос оказывается остаются у нас уже коричневые конфеты а еще одна такая же в том мешке по-моему одна была сосучки дынька кстати такие вот я нашла тигрионок смотрите мишка пандочка у нас был с вами такой вот обзор на такие конфеточки наверно конечно заставки я поставлю чтобы посмотрели кстати тоже такие прикольные их можно куда-то в подарок положить например они очень такие оригинальные такие красиво смотрятся здесь тоже вместе сердечком да вместе сердечком на день влюбленных можно например в этом мешке мои любимые каракум каракум мои любимые они мне напоминают детство потому что родилась конечно я в россии когда-то назывался наш город не самара куйбышев вот но часть своего небольшого детства я прожила в казахстане и я помню как за колючей проволокой я видела верблюдов они ходили гуляли почему колючая проволока потому что у меня папа военный и там был небольшой городок колючая проволока наверное чтобы не не забегали всякие животные не знаю зачем чтобы не залазил наверно кто-нибудь скорее всего так я помню как мы с мамой подходили и мама мне показывала наташ наташ смотри он верблюд верблюд идет верблюд и там такая пустыня так жарко было классно так летом там было под 40 наверное жара зимой было небо голубое солнце и снег я помню как папа меня на рыбалку вез на сам как блин это было классно это было что-то с чем-то честно говоря я очень сильно хочу туда съездить но я знаю что этот городок уже не существует и не принимает никого что там ну там кто-то по-моему остался живет те люди которым просто некуда ехать все такая маленькая история моей жизни так а это я по моему кушал что так ну и тут остается а тут кстати есть еще такой лунный код честно говоря когда его увидел я поняла что это из мультика драконы очень похож на беззубика черненького находите такая мордашечка прям похоже так здесь две таких по моему желейная как это мармелад грилляжные палочки есть какие-то палочки грилляжные так вот еще желешка со вкусом абрикосы блин почему абрикос я хочу апельсин и апельсин нужно не абрикос так здесь у нас получается еще такие вот коричневые конфет очки это у нас глаз какие-то там глэйс даже не знаю что это такое давайте попробуем хотите попробуем будем пробовать давайте попробуем такая малюсенькая жестенькая на вкус она как будто кофейная приторно сладкая надо такая молочно кофейная приторно сладкая кстати очень мягкая очень нежная так здесь у нас белочка но она мягенькая мне всегда казалось если белочка значит это грилляж тоже здесь тоже здесь у нас чем сливочный с орехом а мишка мишка сливочный с орехом это такое вкусненькая жестковато так здесь у нас всего лишь одна такая красная трюфельная обычно честно говоря мне трюфельки вспоминаются именно такие треугольнички как родные просторы вот типа только именно такой формы и посыпанные какао но честно говоря в наше время очень редко сейчас встретишь именно шоколад конфетку такую именно как трюфелька минут вкусу реально трюфель потому что иногда попадается написано трюфелька пробуешь а там такая гадость наверняка мне кстати кажется что она непосредственно трюфельная то скорее всего нет конечно да вообще просто обычная конфетка трюфельная но когда допустим человек покупает конфеты он читает трюфельная ой так дешево стоит я возьму килограмм пожалуй я люблю трюфельки ну как надо просто написано не молоко будет написано молочная а вы подумайте что это молоко нет плохой пример так молочные облака кстати очень красивая молочные облака немножко неудобно отсюда снимать камеры стоит немножко боком запись что-то мне идет как будто как ногами ой ой что это тут вроде молочная это наверно знаете не шоколад а это как как коровка типа такого на это ну да что-то типа такого насчет так давно лежит не очень хочу и пройти она жестко ну короче что такое так их она одна даже фиолетовая по моему такую фиолетовую где ты видел уже или это она же мне тут встречается так батончики вот такие кстати я пробовала довольно вкусно внутри они беленькие как знаете есть какие-то батончики они с одной стороны золотого цвета с другой стороны красного они кстати просто обычные батончики сливочные они разные бывают шоколадные сливочные там еще какие-то но они дороговато стали стоить последнее время кстати да вот если был на написано конфетка шоколадная конфетка шоколадная вы бы подумать что там она с шоколадом а на самом деле это вот так и все у нас остается картошка конфетка картошка из четыре штуки и Ммм, ммм. Кстати, картошка, пирожка. Кстати, шоколадка, картошка действительно похожа на ту пироженку картошка. Такая нежная, ароматная, сладкая. И что-то такое встречается. Какая-то маленькая такая вот изюминка, которая хрустит чуть-чуть. Ну, блин, она вкусная, реально. Ее хочется еще одну, еще одну съесть. Так, и у нас с вами второй пакет. Здесь я уже его открывала. Вот она. Та пироженка, которую я с вами пробовала. Вернее, не с вами, а одна пробовала. Она мне не очень понравилась. Так, здесь я что-то еще пробовала. Честно говоря, тоже уже не помню. А вот, да, дыньку я пробовала. А, вишенка, кстати, вот. Вот такая вот желейная... Желейная или как она? Ну, типа, да, желейная такая штучка. Она вот с вишенкой, со вкусом. Очень вкусная. Мне она очень понравилась. Прям вот обалденно. Так, что еще здесь у меня? Бумажек есть. А, ну вот, батончик я пробовала. Так. Это я точно не ела. Это надо поискать. Она, наверное... Наверное, у меня ее кто-то съел. Так, здесь я картошку уже съела. Нет, тут явно кто-то похозяйничал уже. Так, ну, здесь у меня... Из фикс-прайса. Здесь у меня конфетки из фикс-прайса. Бон пари. Трава и мед. Ну, в принципе, понравились. Довольно вкусные. Это уже просто лежат здесь. Так. Так, второй мешок. У-у-у, тут, смотрите, с черносливом. Конфеточка с черносливом. Такой, кстати, вот в этой... Такой конфетки в этой большой куче нет. Так. Снова эти... Живенька. Ну, будем складывать с вами все обратно туда. Так, здесь у нас уже попадается... С малиной. Ириска. То есть там не было с малиной. Там был у нас ананас. Лимон. И ягода какая-то. Здесь вот тоже есть лимон. А, вот она открытая. Набежала. Так, все, что ли? Тут их вообще всего три штуки. А, нет. Господи. Четыре. Пять. Пять-пять, да. Так. Здесь вот этих вот леденцов просто уйма много. Я думаю, что на улице они мне пригодятся. У меня, знаете, уже, честно, создалась привычка. И как только я выхожу из квартиры, я сразу в рот кладу сосучку. В данный момент это шипучка из фикс-прайса, которая стоит 25 или 27 рублей. Мешочек там. Их совсем не множество. Ну, не так уж и много. Там вкус кока-колы, апельсина. Еще кого-то. Не помню. А, яблоко зеленое. Вот прям. Обожаю их. У меня уже просто вошло в привычку. Зато не хочется пить. То есть, ну, летом классно, хорошо. Так, здесь у нас с грушей. И я думаю, что, наверное, к этим, может быть, я тоже привыкну. Ой, какие-то белки. Здесь вот какие-то ягодки. Клубничка. Что-то еще. Одна конфетка убежала зелененькая. Когда придет, подымет кто-нибудь. Так. Дынька. Дынька. Сейчас мы посмотрим с вами, чего здесь не хватает. Дынька. Так. Опять вкус абрикоса. Живенькая. Вкус груши. Здесь что? Опять абрикос. Что ж такое? А что же апельсины существует, что ли? Абрикос. Абрикос. Так. Здесь вот коричневые такие. Они сюда. Видите, какая у нас куча создается огромная. Ну, это классно перебирать, честно. Классно. Просто для душевного равновесия какого-то. Ну, наверное, знаете, для тех, у кого в детстве, вернее, кому в детстве дарили большие мешки с конфетами. Вот для них это будет вообще расслабление. Это будет просто классно. Ну, я знаю, что, наверное, скорее всего, не всем детям дарили мешки с конфетами. В детстве. Тем более, в советские времена это было не очень. Все. Легко достать. Так, здесь у нас такие. Здесь у нас такие, кстати, что это у нас. Кусочки лета. Какая она? Ну, такая же. Фигнова. Так. Так, так, так. А где они? А, вот они у нас. Грилляш. Грилляш, кстати, я не кушаю. Скорее всего, их отдам маме. Мама их просто обожает. Она будет безумно счастлива. Также, наверное, вы спросите, скорее всего, Наташ. Куда ты денешь столько конфет? Честно говоря, те конфеты, которые мне не нравятся, я складываю их в такую у меня есть пиалочка. Не стеклянная. Не стеклянная, а как их называют еще, такие по звуку, они более чистые. Ладно, не вспомню, напишите в комментариях, забыла. Вот, и те конфеты, которые мне не понравились, я складываю их туда. И когда ко мне приходит кто-нибудь в гости, я достаю эту пиалочку, ставлю, типа, пожалуйста, к чаю. Потому что обычно в обычные дни у меня не бывает конфет. Обычно я все съедаю. А так, кстати, очень-очень удобно. Ну, и как бы человек тоже. Приходят в гости, и обычно люди начинают одну конфетку, вторую, третью, четвертую, пятую. А ты сидишь такая на них смотришь. Ну, ладно, кушай, кушай, кушай. Мне все равно не нравятся эти конфеты. Кушай на здоровье, раз они тебе понравились. А человек вроде думает, ну, блин, ну, когда она уже остановит меня? Ну, когда? Ну, сколько можно-то? Так, еще одна такая. Блин, ну, она реально напоминает мне беззубикое. Вот этого вот черненького, блин. Она такая классная. Не знаю, мне почему-то, честно говоря, вот эта вот конфетка очень прививает настроение. Мне очень нравится этот мультик. Там такое прекрасное создание, улыбающееся, какое-то необыкновенное, игривое такое. Напишите в комментариях. По-моему, драконы там как-то так он называется. Я смотрела еще иностранную английскую версию. Да, там ничего не понятно, чего они там говорят. Но, блин, мне так нравится. Так, 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 так. Таких, кстати, у нас довольно мало. Так, еще. Это трюфельные. Трюфельные, кстати, довольно здесь мало. Их всего три штучки. Ну, конечно, это же трюфельные. Вы представляете, это трюфельная. Я не знаю, как еще вам сравнить шоколадку, вернее, конфетку с похожим. Молочная. Не знаю, кофейная. Кофе. Не знаю, короче, напишите в комментариях, какие еще можно придумать сравнения к такой конфетке. Напишите, интересно. Так, здесь что у нас? Белочка. Белочек там. Вот, и тут белочек на валу. И картошка. Картошка, конечно, мне очень сильно тоже понравилась. Так. Нет, это что-то другое. А вот. Тут их четыре штуки всего. Все видно, я надеюсь. Ну, смотрите, реально, здесь получилось чуть меньше, наверное, двух килограмм. Чуть-чуть я уже даже подъела, съела. Их реально здесь очень-очень много. И, блин, это классно. На них смотришь и реально вспоминаешь детство. Я надеюсь, что они вам тоже прививают настроение. Мое. Мое. Это все мое. Никому не дам. Да, угощайтесь, кстати. Угощайтесь. Берите любую конфетку. Напишите в комментариях, какая конфетка нравится вам. И также напишите в комментариях вообще и риски в данный момент. Данные именно в 21 веке. Вообще и риски кто-то покупает. Их вообще кто-то ест. Я знаю историю. Не знаю, это правда или нет. Что якобы человек жевал ириску. Она застряла в зубе. И когда стали вытаскивать эту ириску, якобы вытащили вместе с зубом. Честно говоря, мне начинает казаться, что, скорее всего, это неправда. Хотя, с другой стороны, я знаю, что в жизни бывает все. И, в принципе, такое могло быть. Я не знаю. Я надеюсь, что я что-нибудь придумаю с ними. Куда их деть. Потому что она реально очень жесткая. Если вот есть еще фрукти, по-моему, она называется, продается там, типа ирисочки. Она мягенькая, классная. Здесь вот, она реально очень жесткая. А каракум, так это вообще одна всего. Ощущение, как будто каракум стоит вообще бешеные деньги. Она чисто случайно сюда залетела. Если, мне кажется, купить еще пару килограмм таких же конфет, то там найдется, наверное, залетная какая-нибудь еще конфетка. Но, кстати, можно здесь понять, вернее, по всей этой куче можно понять, какие конфеты на нашем данном рынке считаются лучшими. Знаете, как? По одной штучке. Каракум, да, у нас одна. Скорее всего, вот эти вот считаются лучшим, потому что их очень мало. Здесь вот их три штучки всего. То есть, вот этот вот лунный кот. Ну, каракум-то она одна. Вот здесь вообще тоже одна. По-моему, я такую не ела. То есть, она, видимо, считается хорошей. Трюфельная. Их вообще три штуки всего. Но зато очень много, очень много, с которыми мои руки просто не вместятся. Вот эти конфеты. Их просто очень много. Они, видимо, очень дешевые. Или, например, вот эти вот. Они тоже не вмещаются в мои руки. Видимо, их мало кто ест. Поэтому их хорошо кладут. Или, например, вот эти вот тоже. Белочка, может быть. А, вот эти, кстати, много. Батончиков много. Не знаю. Либо, может быть, такое ассортить делают для того, чтобы люди пробовали разные конфеты. И, конечно же, кладут туда разнообразие разных конфет. А вот эта, кстати, тоже вообще одна. У меня хотя бы было два мешка. Конечно, честно говоря, я бы забрала. Там оставалось, по-моему, еще два или три мешка. Я бы забрала все остальные. Потому что мне было очень любопытно, что же там за такие конфеты. И ковыряться вот так вот, раскладывать их. Это действительно очень классно. Мне очень понравилось. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. Такой формат ролика. Ковыряние в конфетах. Также обязательно напишите мне в комментариях, сделать ли мне обзор на какие-то здесь конфеты. Я могу, в принципе, оставить и на каждую такую конфеточку сделать вам обзор, если вы этого хотите. Мне несложно. Я думаю, что вам будет интересно сначала посмотреть, что внутри. Как у нас получилось с вами. С этой конфеточкой. Ну, блин, она реально, она даже выглядит как-то... Видимо, она старая, скорее всего, завалялась. Чтобы вам тоже потом не потратить деньги на какое-то говно. Потому что здесь, ну, молочные облака, сливки. А, в принципе, сливки, ну, честно говоря, если бы я покупала килограмм или пакетик, там, 250 грамм, я бы не поняла, что конфетка будет именно вот такая. Просто было бы обидно очень за потраченные деньги. Вот. А еще, кстати, вот у нас тоже одна всего лишь. Так, все. Мне кажется, ролик у нас с вами затянулся очень-очень опять длинный. Мы с вами посмотрели такие вот конфетки. От вас жду я какой-то отдачи делать обзоры или не делать. Мне будет приятно, если все-таки делать. Ну, от вас все зависит. Вот. Обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уже следующий ролик, который выйдет завтра. Обязательно пишите комментарии. Мне будет очень приятно. Очень люблю ваши комментарии. Все читаю, все обязательно лайкаю. Обязательно лайкаю. Ставлю сердечки. Так, как же, как же, как же. Как вам его показать? Вот. Вот. Сердечки обязательно ставлю на все. Вот. Так. Ну, вроде все. Подписаться. Колокольчик. Лайк поставить. И комментарий. Также смотрите наши другие ролики. Обзоры очень интересные. Букманки. Обзоры на технику, на продукты. Короче, там много-много всего интересного на моем канале. Влоги, которые выходят, кстати, каждый день. Как мы с сыночком живем. Чем мы занимаемся. И как развивается мой сыночек. И с вами был канал ArtMania. Всем пока-пока.